Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета был создан в августе 2014 года на базе Института экологии и географии. Тогда его основу составили первый в Российской Федерации экологический факультет и факультет географии. Сегодня это лидер в области экологического образования в России. Со дня основания первой в Союзе Советских Социалистических Республик Кафедры охраны природы в 1969 году он является крупнейшим естественно-научным центром, в стенах которого проводятся плодотворные исследования взаимодействия человека и природы. И в настоящее время Институт экологии и природопользования является уникальным подразделением, сосчитающим подготовку специалистов для реального сектора экономики и управленческих структур, способных обеспечивать развитие производств при минимальном воздействии на окружающую среду и рациональное природопользование, а также специалистов для исследовательских организаций, способных выявлять механизмы функционирования окружающей среды, предложить новые решения в агросфере, строить прогнозы изменений в окружающей среде при воздействии человека, предлагать решения и технологии для ликвидации экологического ущерба, прогнозировать и оценивать развитие опасных природных экзогенных процессов. Почему наш институт так называется? Институт экологии, биотехнологии и природопользования. Потому что все специальности, на которые мы принимаем абитуриентов, они все призваны решить задачи окружающей среды. Это очень важная проблема. Не случайно, вы, наверное, все знаете, что такое майские указы президента. В этом году в указе о национальных целях России была указана новая цель, которая называется экологическое благополучие. Для достижения этой цели должны быть решены проблемы и с отходами, и с качеством воздуха, и с биоразнообразием и так далее. И вот исходя из этой цели, совершенно очевидно, что появятся программы, появятся различные проекты. Для грамотного решения этих проблем, для того, чтобы программы могли реализовываться, проекты работать, необходимы кадры, необходимы специалисты. Вот таких специалистов мы как раз готовим. Переходим к самому интересному. Каково учиться в этом институте? На сегодняшний день в нем реализуются пять направлений бакалавриата. Первое – экология и природопользование. Самое многочисленное по количеству бюджетных мест. Их 55. Второе – биотехнология. Этот профиль новый, его открыли всего три года назад. Для него приготовлено 25 бюджетных мест. Также по 25 бюджетных мест на направлениях подготовки землеустройства и кадастры и почвоведения. Пятое – и заключительное гидрометеорология. 20 бюджетных мест. Однако по одним лишь названиям абитуриенты и их родители не всегда могут понять, кем именно будет студент. Директор института рассказала об этом. Все зависит от желания студента учиться. На самом деле мы ведь естественно научный институт. И соответственно у нас в каждом направлении студенты, помимо таких общеобразовательных дисциплин, как история, философия, экономика и так далее, изучают, конечно же, и физику, и химию, и биологию, и экологию. Потому что нельзя разбираться в процессах, которые происходят в окружающей среде, нельзя разбираться в процессах, которые происходят в организмах человека или животных, нельзя разбираться в процессах, которые происходят с растениями в окружающей среде без знания этих дисциплин. Конечно же, у нас много математических дисциплин. Потому что, я не помню, какой из великих ученых сказал, наука, она только тогда наука, настолько наука, насколько в ней есть математика. Без этого, конечно, нельзя. На дворе все-таки 21 век. Век технологий. А это значит, что IT применяется везде. Вот и студенты Института экологии и природопользования уделяют много времени различным предметом. Вся статистика, базы данных, модели, все плотно связано с IT-технологиями. Ну и, конечно, дальше начинается дисциплина специализации, которую студенты осваивают с гораздо большим воодушевлением, потому что они гораздо больше понимают, для чего им нужны эти дисциплины. Но мы классический университет, мы в первую очередь даем базовое образование, мы в первую очередь учим студентов, как и где они могут самостоятельно получать знания, поэтому учиться у нас не очень просто, но, поверьте, интересно. Для поступления в Институт, конечно, необходимы результаты единого государственного экзамена. С 2021 года допускается выбор третьего экзамена. Абитуриенты, которые имеют право поступать без результатов ЕГЭ, например, после окончания техникума, а также абитуриенты из зарубежных стран, предполагающие поступать на контрактное обучение, проходят вступительные испытания дистанционно, с использованием системы Экзамус. В экологию нужно сдавать биологию, математику и русский язык. Биология основной ЕГЭ, помимо математики, как выборной, вы можете сдать химию, географию, IT и так далее. На биотехнологию это будет математика, русский язык и выборная дисциплина, это будет биология, химия, ну вот такие дисциплины. На землеустройство и кадастры вы дополнительно к русскому математике будете сдавать физику, на гидрометеорологию вы будете как основной сдавать географию, ну и соответственно математика и выборные другие дисциплины и русский язык. На почвоведение, так же как на экологии вы будете создавать биологию как основной предмет, русский язык и математик, либо другие выборные предметы. Но если с бакалавриатом все более-менее ясно, то с магистратурой еще не совсем. По словам директора института, в магистратуре студенты приумножают те знания, которые получили, обучаясь еще на первой ступени получения высшего образования. Однако часто поступать приезжают и ребята из других городов, соответственно и других институтов, где программы бакалавриата могут немного отличаться. У нас есть две программы магистратуры по направлению экологии и природопользования, а также у нас есть магистрские программы по биотехнологии, метеорологии, землеустройства, кадастров и по почвовению. Вы можете, закончив у нас бакалавриат, поступить к нам дальше, учиться в магистратуру, ну или осваивать какую-то еще область. Единственное, что мы, конечно, приглашаем ребят с базовым научным образованием, потому что у нас, конечно, учились и с экономическим образованием ребята, и с математическим образованием. Мы им всем предложим интересные для них магистрские диссертации. Именно такие диссертации, которые они смогут со своими компетенциями, базовыми, красиво выполнить. Но учиться им, конечно, будет сложновато. Если ты экономист или юрист, а у нас был такой опыт, все-таки у тебя более гуманитарное образование. А тут, опять же, надо и химические законы знать, и как устроена атмосфера, и так далее. Профессора, преподаватели, научные сотрудники помогают студентам научиться анализировать, сравнивать, спорить и рассуждать. Многообразие направлений подготовки в институте, уникальный психологически комфортный микроклимат, без сомнения, позволит найти применение своим способностям и талантам. Самое главное, студентов ждет изучение перспективной науки, освоение современных научных приборов и геоинформационных систем, получение востребованных рынком специальностей в самых разных сферах. Вы знаете нашу огромную компанию, так нефть, которая сейчас начала развивать новое направление самостоятельное наряду с нефтедобычей и нефтепереработкой биотехнологическое направление. И для них крайне необходимы экологи с биотехнологическим уклоном или даже прям вот напрямую биотехнологи. Мы, наверное, в первый раз имели такой опыт, когда на защиту бакалаврских и магистрских работ приезжали представители этой организации для того, чтобы послушать и быстренько заманить наших выпускников к себе на работу. А еще, по словам Светланы Сильвановской, учеба в институте – это яркая и насыщенная событиями студенческая жизнь. Студенческая весна, посвящение студенты, различные конкурсы, спортивные праздники, КВН и многое другое. Полевые практики, экспедиции, походы, как показывает практика, запомнятся на всю жизнь. А друзья, которых вы обязательно обретете на своем пути, будут верными соратниками. Приходи! Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета ждет именно тебя. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универновости.